Всем привет! Вы на канале Мэн Лего. И смотрите, что я сейчас собираюсь сделать. У меня давно была радиоуправляемая машинка, вот такая. Я с неё снял кузов, который был достаточно сильно повреждён, да и он был очень скучный и мне надоело. Поэтому, поскольку эта машина заднеприводная, а сейчас у нас зима и на дорогах лежит достаточно скользкий снег, то она сможет дрифтить, то есть вот так вот ехать боком. Думаю, все, кто интересуется тематикой дрифта, знают такую легендарную машину, как Toyota AE86. Сейчас она появится на экране. И я уже сделал вот эти боковые части Toyota. И думаю, вы согласитесь, что они очень похожи на оригинал. То есть всё вот так вот уже сделано, я уже всё покрасил. То есть это уже готовые части. Они сделаны из такого картона. Я их потом покрою ещё прозрачным скотчем, чтобы они никак не царапались и не повреждались. И давайте приступим к постройке этой тачки. Ну вот, уже получается что-то похожее на машину. Сзади я соединил это всё с помощью термоклея. Прицепил здесь такую жёсткую картонную конструкцию. А спереди я просто это посадил на клей на вот этот вот бампер от старой тачки, которая тут была. Понятно, что сейчас это ещё, ну, не совсем будет ездить, потому что надо, чтобы задняя часть была приподнята чуть-чуть. Но скоро всё так и будет. Всё будет суперски. И давайте делать эту тачку дальше. И вот такая крутизна у меня уже получается. Это уже очень сильно напоминает Toyota AE. Это вообще, в принципе, похоже на машину. То есть у неё поворачиваются колёса. То есть она уже может вполне себе ездить. Осталось сделать переднюю часть, крышу и зад. И тогда будет вообще супер. А сюда я вставил прозрачный пластик. Вот. Окна не сквозные. Я их вырезал из такой вот новогодней коробки. Вот из такой коробки. И тачка уже реально может вот так вот спокойно брать и ездить. Вот. У меня передние колёса спокойно поворачиваются. Немножко поворачиваются, надо ездить. Здесь вот у меня смотана антенна. Тут я полностью картоном закрыл весь, чтобы туда снег не попал. Я закрыл микросхемы все. То есть машина такая вот получается цельная. И реально очень классно выглядит. На этом, наверное, всё. А продолжу делать эту Toyota я в следующем видео. Всем удачи, всем пока.